Вот уже второй год в музее «Пятый форт» проходит торжественная церемония проводов срочников 115-го зенитного ракетного полка в запас. Ритуал станет для солдат прекрасным ярким воспоминанием о военной службе. Традиционно мы уже, наверное, второй год проводим этот ритуал, который проводится в вооруженных силах. Проводы военнослужащих выслушают установленные сроки на данном месте, на пятом форту. Ну, часть военнослужащих, примерно одна треть военнослужащих уравняется, и такое количество мы призываем уже через пару недель в ряды нашей воинской части. Военнослужащие освоили свои воинские специальности, в связи с таким тяжелым у нас сейчас положением военно-политическим, выполнили все задачи, которые были поставлены в данной воинской части. По традиции за разумную инициативу, усердие отличия по службе, высокий уровень профессиональной подготовки, образцовое выполнение воинского долга и в связи с увольнением в запас, лучшие солдаты-срочники получили грамоты и благодарственные письма. Товарищ полковник, при этом сурчат наш, мы сюда не приближаем. За период прохождения срочной службы эти ребята освоили воинские специальности, получили военно-профессиональные навыки и умения, приобрели необходимые жизненные установки и ценности, внесли значительный вклад в обеспечение защиты государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. Для меня была честь служить в 115-м зенитно-ракетном полку. Очень многому научился. Также помогали начальники и офицеры моего подразделения. Было интересно, было много учений, много разных выездов. Очень понравилось. Желаю каждому пройти такой же путь. Зачастая не была над головой. Безусловно, спасибо за этот год. Были сложности, были трудности, но были позитивные моменты. Наверное, каждый должен нас служить, чтобы что-то вспомнить потом, как товарищей, непосредственно товарищей, много нашлось, друзей. Я водитель отделения боевого управления. У меня, в моем подчинении, ЗИЛ-131, очень интересная машина, так что я с ней очень много занимался. Пытался привести ее в чувство. Все хорошо, ездит. Служба прошла великолепно. У нас прекраснейший дивизион, все сплоченные люди. Хорошие командиры контролировали нас, не давали совершить каких-то необдуманных поступков. Все пресекали на корню. Было очень интересно. Постоянно выезжали куда-то, развивались тактические учения. На дивизионе куда-то выезжали. Постоянно какая-то суета. Самыми эмоциональными гостями торжества были, конечно же, семьи солдат. Родители, жены и дети выражали гордость за своих защитников. А скорое воссоединение вызвало самые искренние слезы и самые теплые объятия. Служба прошла спокойно. Большой плюс, что разрешается военным нашим сыновьям позвонить домой каждый день. Каждые выходные можно приехать на посещение, их отпускали. Увидишь, что сын к тебе вошел бодрячком и на душе спокойно становится. И, конечно, я считаю, что в этом большая заслуга их командиров, их непосредственных командиров, которые привели в них за период службы не только какие-то военные, армейские дисциплины, но и мужество сделали с наших детей настоящих мужчин. И мое мнение, что в армии должен служить каждый мужчина. Сейчас, если честно, когда остались считанные денечки, время тянется безумно долго. Казалось, что 12 месяцев, ну сейчас чуть-чуть меньше, но это время, оно как-то пролетело быстро. А вот этот вот месяц, который остался, время все, каждая секунда идет как будто час. Я не знаю, осталась вот буквально неделя, следующую пятницу придет домой. Будем ждать. Потому сдал. Сдал я его, тогда службы придет. Нарисовал, папе подал. А что нарисовал? Ну, там цветочки. Тем, кто завершил службу, желаем успехов и благополучия в новом жизненном этапе. А всем тем, кто продолжает служить, желаем удачи на нелегком солдатском пути. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.